друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelive.com.ua перед вами смартфон под названием i-new v3 plus эта версия является логичным продолжением на 8 ядерном процессоре mtk 6592 в принципе есть о чем рассказать вот в такой вот коробке поставляется эта модель i-new v3 plus из комплектации здесь есть оригинальная пленка есть юсб кабель есть зарядка зарядка у нас идет на 700 миллиампер и есть гарнитур а также есть стивус из таких моментов на которых действительно стоит остановиться это вот такой вот чехол книжка который поставляется на данный момент у нас в комплекте с этим телефоном у него есть вот такое вот 100 окошко в котором видны данные времени например вот вот таким вот образом это все одевается собирается он остался в том же корпусе в котором и был это привычный i-new v3 спереди у нас 5-дюймовый дисплей этот дисплей имеет разрешение 1280 на 720 здесь три сенсорных кнопки светятся также есть вот такой вот дизайнерский прием по кнопке домой сверху у нас фронтальная камера разговорный динамик есть датчик продвижения точка освещения и индикатор пропущенных звонков с этой грани у нас есть кнопка включения выключения металлическая вставка тоненькая с этой грани есть качелька громкости верхний сверху у нас разъем под наушники и микро юсб снизу две решеточки два муляжа динамик на самом деле располагается вот здесь сзади крышка имеет такой софт-тач покрытие логотипа и new 18 или 13 мегапиксельную камеру вспышку и микрофон под крышкой у нас аккумулятор аккумулятор на 1830 миллиампер часов работает смартфон с двумя сим-картами одна сим-карта большая стандартная 2 микросим и есть также слот под micro sd карточку когда я делал обзор на первый вариант а и new v3 на четырех ядерном процессоре то я говорил что здесь вот потрескивает корпус сейчас я этого сказать не могу да и тогда я ошибся там нужно было кое-что снять в целом по корпусу все отлично как бы скрипов нет довольно таки монолитен смартфон но вот например сверху есть небольшой люфт который можно вот так вот нажимать вот такая вот сборка а по остальному нареканий у меня по сборке нет давайте начнем с antutu посмотрим количество баллов я вам расскажу что за железо у этого смартфона здесь восьмиядерный процессор он называется mdk 6592 м в антуту модель набрала 20 тысяч 630 маловато баллов однако на игры это никоим образом не сказывается с играми смартфон справляется отлично итак 4 4 android hd экран 1280 на 720 2 гига оперативной памяти 16 встроенных частота этого процессора 1365 у нас 18 мегапиксельная камера основная и 8 мегапиксельная камера фронтальная но эта интерполяция о реальных поговорим о реальном показателе поговорим немножко позже видим что у смартфона есть nfc давайте проверим так ли это нет nfc здесь нет и я почему так заострил на этом внимание потому что за девайс тест нам тоже показывает что nfc у этого смартфона нет так давайте смотреть есть gps wi-fi bluetooth компас датчик приближения освещения вспышка есть гироскоп полноценные nfc нету если мне не изменяет память то в первой версии ii v3 был именно nfc датчики он был здесь располагался и то есть все поддерживаем смартфоне пятиточечный мультитач этого вполне достаточно экран у нас здесь ogs ips hd 5 дюймовый углы обзора отличные по диагонали как всегда как вы уже привыкли качество картинки теряется теряется она в том плане что немножко она меняет свои цветовые решения и либо синеет либо желтеет но в целом с ровных углов то как бы никаких проблем нет углы обзора отличные экран у нас без воздушной прослойки то есть максимально хорошие углы обзора звучание смартфона мне понравилось как бы нареканий я сказать не могу внешний звук достоин сейчас вам это продемонстрирую во время разговора по телефону микрофон динамик также все отлично нареканий меня нет наушниках звучание такого уровня что слушать музыку можно но лично для меня маловато басов внешний звук вот такой нельзя сказать что он слишком громкий но довольно таки качественный все будет комфортно слышно можно будет без проблем поиграть в игру послушать музыку либо посмотреть фильм по производительности у нас здесь 2 гига оперативки 8 ядер процессор процессор у нас ты кажется 592 м с играми никаких нареканий нет я тестил и asphalt 8 и вот появилась вот это вот приложение гангстар 4 бесплатным она стала то есть я тестил ну давайте покажем что как 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 С игрушками, в общем, никаких нареканий нет. Справляется смартфон отлично. Теперь, что по результатам тестов у меня получилось. Кстати говоря, говорил про датчики. Этот смартфон поддерживает ОТГ-разъем. То есть, можно подключить флешку, мышку, клавиатуру. Обязательно проверяю, потому что, видимо, для людей это действительно важно. Итак, аккумулятор. Аккумулятор здесь, как и было в четырехъядерной версии, и сейчас это самая слабая сторона этого смартфона. В игре, в Epic Citadel у меня разрядился смартфон за 2 часа 20 минут со 100% до 4. Я обращаю ваше внимание на то, что после 10% приблизительно зарядка начинает очень быстро падать. Далее я тестировал его в Antutu тестере. Набрал смартфон 3596. Ну, это предпоследний результат. И, как мы видим, Antutu тестер немножко обновил свой интерфейс. И теперь шкала учета у нас совершенно с другими цифрами. Вот 8000 сейчас максимум. Так, YouTube видео у меня со 100% до 3. 2 часа 41 минута. И, опять же, у нас в конце аккумулятор садится очень быстро. GPS тестировал. С GPS проблем не возникло. Первый старт у меня был чуть менее за минуту. Нареканий тоже никаких я сказать не могу. Прошивка у нас мультиязычная. С полноценным русским языком. Все в порядке. Я тестировал камеру. В настройках по камере у нас стоит 18 мегапикселей. Видеозапись идет в формате Full HD. Что хочу сказать по поводу примеров фото. Значит так. Я действительно ожидал от этих 18 мегапикселей немножко большего. Я залью вам эти фотографии. Также мне понравилось, как снимает телефон в темноте. Вспышка довольно-таки неплохо отрабатывает. По камере. Ну, наверное, на четверочку. Я немножко ожидал большего от этой модели. В плане камеры. Вот такой вот iNew V3 Plus получился. Восьмиядерный смартфон. Цена этого смартфона в Украине приблизительно 3300 гривен. За эти деньги, в принципе, неплохой вариант. Как бы есть и конкуренты. Но тем людям, которые хотят вот такой вот дизайн. Очень многим нравится именно дизайн. Наличие в комплекте вот такого чехла книжки. Пожалуйста, этот смартфон есть в наличии. Можно заказывать. Готовы отправлять новой почтой. На этом все. Буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите в нашу группу. Подписывайтесь в группу. Ну и заходите к нам на сайт. Покупайте у нас смартфоны. Спасибо. Всего доброго. Покупайте у нас. Субтитры сделал DimaTorzok